Хай вам всем дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Чири и сегодня мы с вами продолжим строить Минское метро. Это у нас юбилейная 10 серия, в которой мы с вами построим станцию Академия наук. В общем присаживайтесь, берите что-нибудь вкусненькое и давайте приступим. С расположением данной станции нам не очень повезло и вот везде где вы видите землю, песок, песчаник, там у нас сверху находится вода. То есть можно сказать мы сейчас находимся под морем и сегодня нас будет топить очень сильно. Картинку настоящей станции из настоящего метро вы видите в верхнем левом углу по традиции. И поэтому давайте приступим. На этой станции как удивительно нету нашей любимой желтенькой полосочки. На станции присутствует очень много мрамора и мрамор я даже не знаю, чем мы заменим. В общем давайте начнем по традиции с пола. И чтобы красиво построить пол мы можем в принципе использовать самую обычную бирюзовую терракотту по-моему. Этот блок лучше всего подойдет, я характеризую пол на данной станции, потому что он как видите серый, колонны серые, но потолок белый и довольно освещенный. Эта станция мне довольно сильно нравится и надеюсь, что она вам понравится и то, как я построю ее в данном видео. То есть надеюсь вам понравится моя реализация. Как видите у нас есть колонны, колонны они серые, сделаны из мрамора. Колонны сначала идут серые, а ближе уже к верху они идут белые. Белые мы сделаем из конкрита. Потолок у нас тоже будет из конкрита. А вверху мы поставим лантерны. Даже наверное не лантерны, а лампы. Скамейчик никаких на станции не находится, как вы видите. И потолок, возвращаясь к нему, скажем, что он сделан такими мини рельсами. То есть углубление и уширение. Но я думаю по картинке это видно и все понятно. Поэтому сейчас я застрою пол и вернусь к колоннам. Колонны я решил сделать из камня. Получается поставим мы с вами три блока камня. И четвертый блок у нас это будет белый бетон. Вот такие вот у нас будут колонны. Камень я вообще не помню, чтобы я вообще камень использовал при строительстве. В каких-либо станции или в Минска метро или вообще в моем обычном метро. То есть камень я нигде не использовал. Ну и вот такая вот у нас первая станция, где у нас задействован камень. В принципе он по-моему довольно похож на тот, который находится у нас на картинке. На мрамор даже полосочки есть такие. В общем вот так вот. Теперь мы делаем здесь такую белую полоску из белого бетона. Она у нас отделяет саму главную, основную часть платформы от путей. Тут вот у нас один блок был лишний, поэтому я его убрал. Тут мы построим с вами боковую стену. То есть даже ее раскапывать не придется. В этом есть свои плюсы. Готово. Теперь смотрите. У нас будет сделан так, что один блок идет белого бетона. На втором блоке у нас будут располагаться светильники. Опять будет блок бетона, светильник, бетон, светильник. И вот так у нас будет идти до конца. Сейчас я сделаю потолок и вернусь назад к вам. Вот так вот это красиво у нас выглядит. И сейчас мы будем делать стену. Внизу стены у нас также будет бережовая терракорта. А вверху стены у нас будет кварцевый блок. По-моему довольно хорошее сочетание. И потолок здесь у нас он будет выполнен почти так же. Возможно даже и полностью так же. В общем сейчас мы это с вами посмотрим. Вся эта стена у нас сделана из, как вы видите, песка и земли. Это значит, что там у нас будет полнейший потолок. Стоит мне только нажать на одну кнопочку. Поэтому пожелайте мне удачи. А я не буду вас томить тем, как я буду стараться это все застроить. Поэтому я делаю паузу и вернусь к вам тогда, когда я закончу строить эти две стены. И построю этот потолок. В общем минут 20 я дурился и строил этот потолок и эту стену. И в принципе получилось очень даже неплохо. Вот стена. Вот потолок. Вверху у нас находится в нем тоже бетон. И сбоку видите у нас находится светокамень. Сейчас мне надо построить пол под рельцем из черного бетона. Я везде такой бетон ставлю. И мы начнем делать боковую стену. Боковая стена у нас получается будет такая же, как и обычная. То есть она будет сделана из кварца. С одной стороны у нас будет находиться экскалатор. А с другой стороны у нас находится лестница. Я честно говоря не помню с какой стороны экскалатор, с какой стороны лестница. Но вроде бы в ту сторону надо будет поставить лестницу, а в ту эскалатор. Но это не точно. В принципе если я ошибусь я думаю переделывать не буду. Но все равно ошибка будет довольно неприятная. Но не критическая. Критическая была это когда мы на станции метро Грушевка. Два выхода вместо одного построили. Вот это была критическая ситуация. А здесь все хорошо. Немножечко у меня почему-то подлагивает. Вот как вы видите. Это еще и записи ведется нагрузка. И сам экран довольно сильно нагружает. Поэтому есть такие вот небольшие пролагивания. То есть без записи довольно хорошо все. А перед записей подлагивает. Хорошо. Теперь у нас выхода из салона будет из простого кварца. Вот так вот. Там у нас проезд. Дальше. Вот здесь у нас значится боковая стена. А вот тут у нас будет сам находиться выход. То есть он у нас будет находиться между колоннами. Вот здесь у нас. В эту сторону мы получается будем строить эскалатор. Эскалаторуем вот этих вот блоков. И пожалуй вот дерево. То есть как. Раз. Нет, надо по-другому. Такс. Ну давайте вот так вот. То есть вот такой вот у нас тут будет эскалатор. Сейчас я построю этот выход. И собственно вернусь к вам. Вот такая вот станция у нас получилась. Если она вам понравилась, то поставьте лайк. Если она вам не понравилась, то поставьте дизлайк. И напишите почему она вам не понравилась. Ну а с вами был Черри и проект Метростроители Минска. Спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.